Пока одни благовещенцы беспечно прогуливаются по набережной, другие, вооружившись лопатами, метлами и перчатками, убирают песок с нижнего яруса берега укрепления. Грязь принесла сюда большая вода. Распрощаться с последствиями паводка пришли работники и воспитанники творческих коллективов ОКЦ во главе с генеральным директором Надеждой Багровой. Сгребать песок лопатой ей не впервой. Когда Зея вышла из берегов и начала подтапливать Владимировку, она вместе с жителями села строила дамбу. Как-то хочется приобщиться. Мы все гуляем по набережной, очень красиво всегда наблюдать на реку. Но сегодня мы видим такой песок. Все это немножко не в приглядном виде. Спасибо большое, что работает техника, потому что песок достаточно тяжелый, он еще мокрый. И собирать его лопатами или подметать метелками очень сложно. Техникой, погрузчиком и грузовиком, а также лопатами, метлами, ведрами и перчатками участников субботника обеспечили в ГСТК. Бок-обок с работниками культуры трудятся спортсмены, от каратистов до боксеров. Применять физическую силу руководителю сети спортивных клубов Андрею Домашенкину чаще приходится во время тренировок. Но и с лопатой под палящим солнцем, говорит, не тяжело. Честно сказать, даже я не замечаю, что жара печет. Главное, быстрее эту историю исправить, чтобы у нас красота и соседи видели, что нас никакой поводок не сносит. Очень сильно горжусь ребятами, потому что они реально отзывчивые, помогают везде, постараются быть нужным людям. Кто еще всегда готов быть нужным и протягивает руку помощи, так это городские волонтеры. В этот раз на субботник пришло около 10 добровольцев. И их предводитель, депутат Заксобрания Евгений Тюхаев, который считает волонтерство своим образом жизни, сегодня трудился в поте лица. Вы знаете, да, на субботнике часто, и я как многодетный отец и приучаю своих ребятишек, у меня трое мальчишек. Последний буквально раз мы приходили, убирали сквер, да, прививаем, стараемся. И я очень рад, что дети с удовольствием уже привыкли участвовать. Берут грабли, лопаты, тяпки, убирают мешки. То есть, я думаю, что вырастет будущее такое достойное поколение. Пока волонтеры, общественники и спортсмены успели убрать песок с одного яруса по мере отступления воды и в случае необходимости все готовы собраться в том же месте и тем же составом.